Продолжение следует... Видите, в принципе, достаточно быстро начинает измерять пульс. Сердцебеление. 84, 83. Время. Пройденные километры. Угол наклона измеряется на рукоятках. Вот, начал он меняться. Поставь максимальный угол наклона, он там. Здесь можно на дисплее поставить максимальный угол наклона. Вот он здесь поднимается автоматически. Конструкция вполне массивная, мощная. Крепкая, надежная. Звук очень даже тихий. Поставь 8 километров в час, чтобы послышали по скорости. Здесь можно поставить уже быстро очень скорость. То есть никаких звуков, кроме движущегося полотна, не слышно. Даже двигатель особо не слышно. Все, можешь поставить, какой тебе нравится. Здесь, на этом дисплее, здесь скорость. Можно подключить музыку. Ну, здесь только line-in. То есть можно только с телефона или с mp3-плеера. Значит, в принципе, полотно 125 примерно сантиметров, а не 130, как было заявлено. Даже 123. Ширина действительно 43. То есть это единственный такой момент, что все-таки она чуть меньше полотно, чем заявлено. Но его хватает вполне. Дисплей вот этот поворотный. Плавный ход. То есть никаких проблем нет с этим. Очень крепенько стоит. Программы. То есть здесь можно выставлять программы. Значит, нажали программу. И потом начинаете выбирать. Но сейчас оно в процессе работы не работает. Потому что надо нажать стоп, а потом уже начинать включать программу. Ну, вот она постепенно останавливается. Вот. Подстаканники здесь такие вот съемные. То есть, в принципе, можно сюда поставить даже какие-то более серьезные бутылки. Может быть, или что-то в этом духе. Значит, программа. Нажимаем программа. И потом выбираем плюс-минус. Так. Ага, нет. Стоп. Стоп. Потом селик. В общем, мы разбираемся пока с ней. Она у нас всего второй день. Вот. Но здесь еще вот такие есть программы. Написаны прямо на дисплее основные. Мануал это P1. P2. Это мануал. Это все ручные настройки. Ну, и, собственно говоря, другие есть. Для бега. Для ходьбы. В процессе работы полотно поднимается, опускается, изменяет свой градус. Скорость увеличивается, снижается и так далее. На полчаса, как правило. Программа я уже одну проверял. Вот. Ну, еще осталось показать, как она складывается. В принципе, складывается тоже очень удобно и легко. И раскладывается тоже очень хорошо. Так, значит, выключается она вот здесь. Здесь вот эта PIMPA. Значит, и поднимается она достаточно просто. Здесь у нас такая штучка до щелчка. Хоп. И здесь она встала в такой пазик. Здесь есть небольшой такой стопор. То есть, вот эта штука, она не может туда выйти, даже если очень захочется. Теперь, в принципе, приподнимите чуть-чуть, Катя. Вверх приподнимается. Теперь вниз опускай. И вот она пошла вниз. Даже ребенок ее может опускать. Внизу она так медленно включается такой доводчик. Вот. Ну, все. В принципе, вот такая вот дорожка. Нам она вполне понравилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok